Следующие две добавки, что вы видите перед собой, они направлены на поддержание процесса, чтобы ваше зрение не ухудшалось. Давайте скажем так. Что касается лютеина, как отдельной добавки, то он полезен не только для глаз, но и много еще для чего, в том числе для мужской половой сферы. Ну а бета-каротин или витамина, это понятно, да, в чистом виде для глаз. Лучше всего эти добавки работают вот в сочетании друг с другом. Лютеин работает сам по себе хорошо, а бета-каротин хорошо усваивается с помощью лютеина. Потому что бывает так, что у некоторых людей есть некоторые нарушения пищеварительной системы желудочно-кишечного тракта, и витамина, собственно говоря, из пищи слабо всасывается. Ну и требуется дополнительная добавка, но, да, препятствия всасывания витамина А, то есть все равно есть, и вот именно в сочетании с лютеином, в совместном приеме, это достигает своей цели. Перед вами, коллеги Виканья, две добавки, которые вам известны. Это янтарная кислота и коэнзим-Ку-10. Янтарная кислота, это вообще российского производства, ну а коэнзим, это так называемый западно-цивилизационный, так выражусь, аналог янтарной кислоты, ну по своим свойствам, но он считается более современным, более действенным, более эффективным и так далее. Здесь у нас то, что слово такое считается, это не значит, что это так. Так вот, самое начало процесса в легких, когда клетки усваивают кислород, ну и отдают углекислый газ, выводят из организма через кровь углекислый газ, то янтарная кислота, вот этот процесс, она как бы оптимизирует. Ну, можно сказать, что она его открывает и расширяет. То есть клетки работают эффективнее в этом случае, и дышать легче, и соответственно любую работу в этот момент провести легче. То есть и на период вот как раз всякой вот этой пандемии янтарная кислота должна стать, в общем-то, обязательным препаратом для всех. Но тут проблемка, что это как бы, здесь ее вот в таком виде не признают. Признают как бы вот такую штуку. Но эта штука начинает как бы на самом деле действовать своего рода не с первого этапа, вот как эта, да, а она действует дальше. Это где-то прекращает действие, это действует дальше, ну и немножко шире, действительно так. Поэтому оптимальный вариант это сочетание коэнзима и янтарной кислоты для поддержания легких. Ну, то есть даже если вы заболели гриппом, ковидом, там, ОРЗ, то вот это вот очень оптимальное такое сочетание. То есть здесь много разного, там вы прочитаете про коэнзим, но янтарная кислота в сочетании с коэнзимом, это, что называется, начинает поддержку, это продолжает поддержку, оно работает очень хорошо. Как многие, наверное, из вас, из мужчин, особенно коллеги века, не знают, янтарную кислоту изобрели в Германии перед Второй мировой войной. И все диверсионные команды, немецкие вермахта Абвера, которые забрасывались в виде диверсантов на советскую территорию, снабжались янтарной кислотой, ну и там таблетки были в большей дозе, чем это сейчас. Это нужно было для того, чтобы они могли, так сказать, за короткий период совершать большую мышечную работу, в основном связанную с выносливостью, то есть длинные переходы, длинные пробежки там и так далее. То есть вот и тот, кто смотрел кино или читал книгу в августе 1944-го про борьбу СМЕРШ с немецкой диверсионной группой НЕМАН. Вот эта группа как раз, ну так, конкретный вам пример, это как раз группа и была снабжена янтарной кислотой. Группа, согласно документам, практически не использовала транспорт для передвижения в тылу советских войск. Они все делали, перемещались быстрым шагом, либо бегом. И делать это, ну то есть они, то они здесь, то они там, то уже вот там, то уже за 40-20 километров. Вот помогала как раз банальная янтарная кислота.